Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас у нас последние солнечные деньки. Я хочу вам быстро-быстро, времени ни на что не хватает, рассказать вам, как я делаю лечи по-своему, быстрый вариант. Рецептов лечи очень много, большинство из них сложные, с увариванием, со стерилизацией. У меня времени на это никогда нет, я ничего этого не делаю. Я делаю очень-очень быстро, очень просто. Получается, конечно, может быть не такой лечи, как нужно, как мы привыкли, но получается вот такой лечи, я его преимущественно делаю лечи как подливу, лечи как делать гарниры сложные. Иногда зимой некогда делать подлив, а у меня муж ничего не ест, второе блюдо без подлива, сухое, например, одно пюре, или один рис, или одни макароны, он есть не будет, ведь ему нужно что-то, чтобы был какой-то подлив. И я вот давно придумала хитрость, вместо подлива вот такой делаю жидкие лечи, пюре, половину пюре, половину вот этого лечи, и все прекрасно съедается. Как я его делаю? Конечно, у меня рецепты лечи есть, сейчас я покажу вам вот мою книжечку. Давно-давно я переписала этот рецепт, и я примерно делаю по нему, но вариант упрощенный. Вы вот можете прочитать, что здесь на 1 литр томатного лечи, но я не буду все читать, тут написано, что все помыть, порезать, уварить в 3 раза, ну, через мясорубку уварить в 3 раза, и добавить соль, сахар, и стерилизовать. Стерилизацию я исключаю, уваривание в 3 раза я тоже исключаю. Я единственное, что здесь вот оставила, это то, что соли кладу в 2 раза меньше, чем сахара. Вот видите, тут написано, 1 столовая ложка соли и 2 столовые ложки сахара. Получается очень вкусно, никакого я не добавляю ни уксуса, ничего, потому что много томатов кладу, тут вот половина томатов, половина перца, но тут уже уваренного, а я, как я говорю, что я не увариваю, сейчас я вам расскажу. Просто режу томаты, не убираю даже ни шкурку, ничего, некоторые говорят, вы снимаете шкурку или нет? Нет, не снимаю. Оно, когда разваривается, там даже если попадется, вот я тут даже шкурок не вижу, если даже попадется какая-то иголочка вот этой шкурки, ну, я ничего зазорного не вижу, убираю на край тарелки, и все, если не хочу вместе с этой шкурочкой есть. Ну, они вообще куда-то деваются. Я даже... Ой, блин, сейчас, дождите. Да, уже набрали. Я помидоры режу, укладываю в свою вот в этот чан, полчана примерно, закипают они, минут 10-20 закипели, как вот видно, что они сварились, делаются такие мятые, мягкие. Туда же заваливаю весь порезанный перец, и потом кипячу их уже вместе, то есть предварительно не увариваю в 3 раза, в 2 раза томаты, не перекручиваю их даже на мясорубке, это все очень ускоряет процесс. Порезать помидоры там, ну, сколько у меня выходит, 10-15 минут режу помидоры, потом режу перец, все оно варится, и варится оно, знаете как, я уже даже не по времени, а смотрю по консистенции. Если томаты сильно переспелые, они очень быстро размягчаются и превращаются вот в такой вот томатный сок, в подливку, если они, например, не очень спелые, то их нужно поварить побольше. И все вместе это, и перец, и томаты, они увариваются, ну, минут 30-40 я варю, и все. На этом все. Потом солю, насчет соли, вот тут написано, что на 1 килограмм сладкого перца, и на 1 килограмм томатного пюре, 2 столовые ложки и 1 столовая, 2 ложки сахара, 1 ложка соли. Я делаю так, я сначала посолю, вот, например, это вот для меня большая дозировка, я не очень люблю соленое, я сначала беру столовую ложку, посолила, так, потому что так как я все не меряю, я же не вешаю килограммами, ни перец не взвешиваю, ни томаты, я не знаю, сколько у меня там, 2 или 3, вот полчана я навалила, вот у меня 8-литровый, примерно знаю, что там 4-5 килограммов, 1 столовую ложку внесла туда, перемешала, попробовала мало, еще одну, если 2 столовых ложек достаточно, то я уже не пробую, не кушая, добавляю в 2 раза больше сахара, то есть 4 ложки сахара. Если мне уйдет туда 3 ложки соли, например, больше там 5 килограммов, 6 килограммов вот этой смеси, 3 ложки соли положила, достаточно, значит 6 ложек сахара, все, никакого уксуса, как еще раз говорю, ничего, сразу раскладываю по банкам, сразу закатываю, и сразу укутываю, вот я вчера укуталась, сегодня я их вытащила, еще хочу сказать, мне когда сказали, что зеленый перец не выбрасывайте, вот который там на улице, я взяла несколько перчин, обычно я делаю двухцветные, вот видите, там желтый и красный перец, вот это желтые, вот красные, но я добавила туда еще зеленых, получилось так красиво, вообще, они именно зеленые, он выделяется на этом фоне, там красный перец, желтый и зеленый, вот это трехцветное лечо, мне очень понравилось, это как зимой достанешь, точно, красивый такой, яркий, ароматный, привет из лета, это мое быстрое лечо, готовится буквально, в течение, час-полтора, я уже все закатала, все укутала, и все, делаю это все по ходу работы, все равно из перца семена вытряхиваю, вот эти отходы, шкурки остаются, я их порезала, бросила в чан, пока семена потрошу, все закипело у меня, быстро разлила по банкам, закутала все, и продолжаю дальше работать, они, и такое лечо, как сказать, не нужно его делать как-то отдельно, оно не сильно много времени, не нужно уваривать, не нужно стерилизовать, все очень быстро, красиво, и очень вкусно, поверьте, ничем не хуже того лечо, которое мы варим тщательно, по всем инструкциям, мы его, мы с сыном любим, вот перец, едим его и как отдельное блюдо, и можно с пюре, к мясу, к рыбе, можно как подлива, все, до свидания, это трехцветное лечо, быстрое, лечо не пятиминутка пусть, но все равно быстрый, ускоренный вариант. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА